Доброе утро, это эфир информационная программа репортера студии Маргариты Чебукова. Сегодня в Беларуси начинается новый научный год. По информации Управления Эдукации Гомельского Абл-Ваканкама, планы по подрыхтации школ до нового научного года выполнены в полном объеме. Найбольшезначные работы проведены у Нараулянской средней школы номер 2, которая после масштабной реконструкции сегодня снова примет в Ушнеу. При этом в апартаменте в регионе взяты курс на выполнение необходимых работ в первую очередь господальшим способом. Это дало махчимость за 4 года сэкономить сроки, объем которых суперравнальны с суммой годовых ассигнований, которые выдастовываются на адукацию с областного бюджета. И самое главное, что они укладываются не в сены, не в что-то такое, а укладываются в компьютер, научное что-то, которое сегодня дает возможность нашей области выигрывать на олимпиадах, соревнованиях и приносить хорошие дивиденды для образования Гомельской области. Сегодня во всех школах Гомельской области отбудутся урочистые линейки. Першаверосневские звонки станут пошатком одлику нового научного года. Все лет до вушебных занятков на Гомельше не приступят 147 тысяч школьников. Безумно, самым торопятливым этот день станет для першоклассников и их батьков. У першиню подороже у свет ведов распашнусь коля 17 тысяч ребят. У свою чергу для подлетков с выпускных классов в черговый научальный год час роздумы перед выбором путевки у самостоянное житё. Вызначенная тема первого урока у День ведов «На тебе наша молодь надея». Ребята так само доведаются про знаменальные подеи в житии родимы и выдатных особ, які заявляются узором и прикладом для молоди. Уважаемые коллеги, дорогие первоклассники, родители, хочу искренне поздравить вас с этим знаменательным событием в вашей жизни, потому что 1 сентября – это рождение нового человека, это продолжение формирования личности гражданина Республики Беларусь. И от того, как мы начнём этот процесс воспитания и обучения наших школьников, зависит очень много. Всех с праздником 1 сентября, Днём Знаний, Здоровья, Успехов и Удачи нам! На передаче в рамках масштабной доброченной акции «Зберем портфель первокласснику» отбылось урошистое мероприемство у Гомельским державным театра «Лялик». У делу им приняли дети-першоклассники с шмодетных семьях. Организатором свята выступила Гомельская областная организация Республиканского громадского объединения «Белая Русь» суместно с областным советом депутатов и городским объединением «Союз шмодетных семьях». Вероника Ворошилина с подробностями. На доброченное свято у Гомельский державный театр «Лялик» запросили 12 шмодетных семьях. Для 13 ребят-першоклассников подрихтовали новенькие, яркие и наполненные самыми необходными школьными переладами портфеля. Организатором мероприемства выступила Гомельская областная организация Республиканского громадского объединения «Белая Русь» суместно с областным советом депутатов и громадским объединением «Союз шмодетных семьях». Даденное супрацовництво продолжится уже на протягу семи года. За этот час подобные приемные подарунки отримали больше как 300 деток. 305 первоклассников за это время получили портфели. В этом году 13 деток у нас получают портфели. 8 мальчиков в этот раз и 5 девочек. Перед тем, как раздать детям портфели, организаторы пропоновали им поудельничать у насыщенной культурно-забавляльной программе. Почас театрализованного шоу першоклассники демонстровали свои веды у тиковых гульнях и конкурсах на ведание азбуки и правила у дорожного руху. Разом с казочными персонажами приняли удел у танцевальном флешмобе. Дарящая доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику» на Гомельщине, что год дарить радость сотням детей. И одночасово оказывая значную подтримку у их школьной экипировцы – батькам. У меня 6 деток, из них четверо несовершеннолетних, двое у меня идут первоклассники, в первый класс идут. Два портфеля, конечно, ощутимо для семьи, для многодетных – это большая очень помощь. Спасибо огромное. Гэтая прыгожая и безумовно потребные подарунки – портфели со школьными приналежностями – дети отрымали с пожаданиями счастья, здоровья, поспеха в учебе и невышертной энергии для переодоления тернистого шляху веда. У целом, доброчинная акция с бярым в портфель першокласснику накерана на наказание допомоги семьям, які у гэты мають потребу. Треба отзнашить, у Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь» у гэты справе вырошила поширы смежи. Починаючи с минулого года, ее члены знаходят деток, які народились от 3 липеня у День незалежности и зараз забираются исти у перший класс. Так вот, в этом году мы поздравляем деток, которые родились в 2009 году, 3 июля, и этот год будет для них первым годом школы. Всего 18 деток родилось в 2009 году, 3 июля, из них 15 пойдут в школу в этом году. Эти ребята получат от нас также полезные подарки, которые пригодятся им в первом классе. Китайские корпорации будут шукать партнёров на Гомельшине. Такая заява проучала подчас визита у регион делегации провинции Дзянсу. Перспективы супрацовництва у материала Олега Сентюрова. Об плюсах, які очекаются от супрацовництва с этой китайской провинцией, мог чему мерковать по таких речбах. Годовый товароборот Дзянсу перевышает 500 млрд долларов, а колькость населенства в май 50 разов больше, чем на Гомельшине. Свой интерес китайцы тумажит двумя основными причинами. По-перше, Беларусь находится на так званом «великим шелковым шляху». По-другому, у сучастных Китая практически не засталось и свободных территорий для обладательства новых в творчестве. У нас очень многие компании и производители заинтересованы в создании бизнеса в другой стране. В Гомеле мы в первый раз, но мы собираемся поработать с Беларусью, в том числе с Гомельской областью, по широкому направлению. Кировничество Гомельщины на мере поширения супрацовництва Витая и обещая прикласти усе намагание, как запланованное и корисное для бодовых Баков стало реальностью. Зараз в регионе реализуются два буйные проекты с уделом китайского капитала. Будовничество завода «Белинецею розовую» в Светлогорске и папировой фабрике «Удобруши», но это явно неотповедаемо к чему Сембаков. Почас визиту делегация провинции Дзянцу, наведывая акционерное товариство «Спартак» и знакомится с умовами, которые предоставлены резидентам свободной экономической зоны. А прича того потенциальные партнеры выказывают затекавленность в кузо-працовницах в таких сферах, как нафтохимия, сельская господарка и охова новокольного сиротдя. Наш технопарк сегодня характеризуется такой, отличительной особенностью становится то, что очень активно добирает развитие сектор, сегмент IT-технологий. Знаю, что у наших китайских коллег-партнеров традиционно эти сферы вызывают интересы. Я думаю, что здесь могли бы мы сотрудничать в реализации совместных различных проектов. Ну и кроме этого всегда интересно международное сотрудничество между технопарками как субъектами государственной инновационной инфраструктуры. Как чекается, на проконце Кастричника, на початку листопада, китайскую провинцию Дзянцу наведает делегация Гомельской области. Одным из выникнов этого визита может стать подписание погоднения о реализации на территории области новых совместных проектов. Александр Ром, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Ровно 14 лет тому при Гомельской мытни был створен музей, в котором собраны уникальные предметы, конфискованные при спробах незаконного вывоза за мяжу. С тех часов коллекция постоянно обновляется. А сам музей стал местом проведения значительных мероприемств. На первые дни тут отбылось посвящение студентов-абитуриентов, которые поступили на факультет «Мытная справа» в Белорусском державном университете транспорта. Подробностей в наступном сюжете. Назва главной частки экспозиции музея гистории Гомельской мытни кажа сама за себе. За шклом ветрын гисторико-культурной каштонности – незаконный вывоз, яких вспынили супрационники мытни. На сегодня у коллекции свыше 200 экспонатов. Особливую значимость мают иконы, якие унесены в державный каталог музейных каштонностей. Сирот их менее годовая. У Белоруссии таких усяго пять. А лишь самый незавычайный предмет контрабанды – распилованный на частке бьюни-мамонта. Злашинцы спробовали перевести их по размяжу, увозе под выглядом дров. Спектр этих предметов, которые имеют статус историко-культурных предметов, он широк. Это и культовые предметы, это и часы, карманные, насенные, это культовое литье, это фотоаппараты, это почтовые открытки и многое-многое другое. И благодаря таможенным службам это мы можем видеть сегодня у себя, в нашей стране. Не первый год гомельские мытники сопрацовничают с музеем Палацево-паркового ансамбля. В этот раз его представники уручили черговый экспонат. Экспозицию музея гомельской мытни пополнить командирский бинокль 1945 года выпуска. Его в свой час так само конфисковали при спробе незаконного вывоза. Другой приемной нагодой для схода у стенах музея стало знакомство с будущей кадровой изменой. Это студенты-першокурсники факультета «Мытная справа» Белорусского державного университета транспорта. Цекаво, что в этом году профессию мытника выбрали переважно девчаты. Для нас это тоже очень важный вопрос, поскольку таможенное дело не всегда получается выполнить руками прекрасные половины. Но вместе с тем знания, показываемые абитуриентами, а теперь уже и студентами, среди девушек значительно выше, нежели знания, которые показывают парни. И поэтому такая ситуация имеет место. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Сергей Лукашук. Телерадио «Компания Гомель». Выезд на природу и пропаганда здорового ладу життя – головные компоненты коллективного вольного часа. Виновата так подошли до организации отпочинку своих супрацовников у керавництва открытого акционерного товариства «Милковита». За тем, как завершенный выходной перетворяется у незабывное семейное свято, назирали наши корреспонденты. Уже к 10 утра около сотни работников «Милковиты» и членов их семей были на месте встречи в загородном гостиничном комплексе. Те, кто еще позевывал, взбодрились во время зарядки. Малыши заражали энтузиазмом взрослых, а энергичный темп задавала молочная парочка, плясавшая вместе со всеми кефир и йогурт. После разминки праздник стремительно набирал обороты. Участники с детьми отправились на состязание, проходившее под традиционным девизом «Папа, мама и я – спортивная семья». Другие объединились в команды «Максимус» и «Молодая молодежь», для квеста, прохождение которого наглядно олицетворяло главную идею праздника. «Первое – это показать, что у нас существует сплоченный коллектив, который любит активный образ жизни, спортивные состязания. Мы показываем, насколько наши спортсмены, которые в ежедневном рационе используют продукцию молочную нашего комбината, будучи патриотами, в какой отличной спортивной форме они выглядят и готовы к любым физическим нагрузкам». Спортивная форма участникам и впрямь пригодилась как в прямом, так и в переносном смысле. Придумывая испытания, организаторы дали волю фантазии. Заполнить тару водой, перенося ее в дуршлаге – задача не из простых. В сценарии праздника нашлось место для стрельбы из лука и метания копьям, забега с препятствиями и другим испытаниям. А с наибольшим азартом участники практиковались во владении двуручной пилой. Любители острых ощущений также не остались разочарованными. К их услугам раскинулся, а если быть точным, развесился между деревьев веревочный парк. Экстремальный аттракцион требует как ловкости и сноровки, так и умения преодолевать страх высоты. Упрощенный вариант трассы проходили даже очень юные участники. А пока их страховали переживающие родители, пришлось понервничать и нашему оператору. Вооруженных пейнтбольной винтовкой коров он раньше не видел. Для самых маленьких мелковитовцев была разработана отдельная программа развлечений. Детвора рыбачила резвилась на батуте. Наценивало мастерство художников, которые разрисовывали их ручки. Главным сюрпризом стало катание на лошади и пони. Три насыщенных часа пролетели незаметно. Без наград не остался никто. Ведь и проигравших в череде динамичных испытаний не было. А только те, кто справился с ними чуть быстрее. При прохождении квеста это чаще удавалось команде молодая молодежь. В семейном конкурсе диплома первой степени удостоилась семья Светланы Макаревич. Каждые выходные мы стараемся, если погода позволяет, мы постараемся выезжать на природу. Там либо на шашлыки, либо просто катаемся на велосипеде. У нас у всех есть велосипеды горные. Поэтому либо за город, либо по городу. То есть дома это скучно. Поэтому только спорт. Это, конечно, очень сплачивает. Это не только коллектив, но и семью. И, конечно, много потом воспоминаний общих идет. Это очень полезно. И хотелось бы как можно чаще таких мероприятий. Руслан Пролесковский, Максим Савин, Александр Александронец. Телерадио компания «Гомель». На этом по колюсе за развитем паде и сошлите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин